Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! В контексте грядущих переговоров между Россией и НАТО в Женеве экс-депутаты, послы и академики Молдовы опубликовали обращение к западным лидерам, которым попросили о выводе российских войск с территории Приднестровья. Обращение адресовано президенту США Джо Байдену, генеральному секретарю НАТО Йенсус Тултенбергу и председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю, передает Нокта МД. Президент России Владимир Путин и его официальные лица говорят о недопустимости обеспечения безопасности страны за счет других государств. Мы абсолютно согласны с этим принципом, поэтому требуем, чтобы Россия безотлагательно, полностью и безоговорочно вывела свои вооруженные силы с территории Республики Молдова. Как она взяла на себя обязательства в рамках ОБСЕ, ООН и других международных организаций, говорится в документе. На своей странице в Фейсбуке Юрия Рейница, бывший посол Республики Молдова в Румынии, Сербии, Черногории, в Бельгии и Люксембурге, а также бывший глава миссии Молдова Прината, призвал всех желающих подписать обращение. Обращение могут подписать все те, кто считает российскую оккупационную армию наибольшей опасностью для безопасности и существования Республики Молдова. Просто подпишитесь или поставьте лайк на моей странице в Фейсбуке, пожалуйста, поделитесь этим обращением. Боже, помоги, написал он на своей странице. Обращение подписали 19 важных деятелей страны, в их числе композитора Евгения Дага, бывший посол Республики Молдова в России Анатолий Церану, а также бывший глава миссии Молдовы Прината Михаил Гребенча. Кроме того, НАТО ни за что не пойдет на компромисс с Россией по принципу, что каждая страна может выбирать свои оборонные союзы. Об этом заявил в пятницу генсиек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции. По итогам видеоконференции глав МИД стран НАТО передает ТАСС РУ. Сегодня союзники согласились, что нужен диалог с Россией, чтобы необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить политический путь вперед. С другой стороны, мы ни под каким видом не пойдем, на компромисс по базовым принципам, включая то, что у каждой страны свой путь. Каждая страна может выбирать свои оборонные союзы, сказал он, подчеркнув, что НАТО также не согласится на меры, которые ограничат ее возможности защищать периферийные страны альянса. При этом НАТО готова выслушать озабоченности России и найти путь вперед, по необходимо снять сомнения относительно действий Москвы, заявил Столтенберг. Мы всегда готовы выслушать обеспокоенности России и мы готовы найти политический путь вперед. Но для того, чтобы был значимый диалог, необходимо снять сомнения относительно действий России, сказал он. По его словам, союзники по НАТО будут вести диалог по безопасности с Россией прямо и открыто, но всегда есть риск, что дипломатия не принесет результата. НАТО будет вести диалог с Россией, но мы должны быть подготовлены и к тому, что он может быть провален, предупредил он. Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что одновременно с диалогом НАТО продолжит укреплять оборону государства альянса. Он также заявил, что НАТО будет вести переговоры с Россией, консультируя с Украиной, Грузией и Молдовой. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал. Молокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами, до встречи.